Давайте возьмем следующую диаграмму. А и А. Это что такое? А и А. Это неориентируемая. Да, потому что они одинаково... Да, это неориентируемая. Человечек, который идет слева направо и переходит через эту границу, поменяет ориентацию. Вот. Это называется проективная плоскость. Возьмем сферу и отождествим диаметральные телеположные точки. Сейчас лучше всего было бы, если бы мы эту лекцию приостановили и прослушали песенку Высоцкого из «Алиса в стране чудес». Придете домой, наберите, пожалуйста, аудиосказка «Алиса в стране чудес». Высоцкий и другие замечательные артисты. Там есть песенка про антиподов. Антиподы. А те, кто живет на другой стороне земли. Вот здесь есть земля. Вот вы здесь ходите. Человек? Человек. А как ходят на другой стороне земли? Вот так. На голове, то есть. Вам же очень часто по телевизору показывают репортажи из других стран, но забывают объяснять, что они там ходят на головах. Это не правда. Это правда. У нас цензура работает в стране, ребята. Вам никогда не показывают по правде, что происходит там в той же Австралии, Новой Зеландии. Они ходят там на головах. Антиподы их называют. Поэтому и так мало людей отсюда туда ездит, ребята. И в Антарктиде, там же ужасно жить именно поэтому. Все ходят на головах, даже пингвины. Когда фильмы про животных делают, это страшный объем редактирования всегда. Их всех переворачивают. Это огромный объем редактирования. Это для них страшный моральный шок. Когда они оказываются здесь, в зоопарке, то с их точки зрения мы все ходим на головах. Нет, ребята, это просто одна из страшных станет цензуры. Всегда, когда даются репортажи с противоположного края Земли, приходится редакторам всю картинку переворачивать. Но это действительно мучение. И правда. Что же не правда? Ну вот картинка. А как это живет на экваторе? То есть, на экваторе... На экваторе половина экватора живет по одним законам, половина по другим. Есть так называемая линия переменной дат. Вам все время говорят, что там часы переворачивать. Но это вам просто меньше 18, ребята. Надо знать, есть такие фильмы 18+. Там все это рассказывают. Там, где 18+, это там, где говорят, что на Земле есть такие области, где люди ходят на головах. Неправда. Что же это неправда? Что же это неправда? Хорошие законы географии и гравитации. Так у вас география для маленьких. А физика... Да есть? И физика у вас пока еще для маленьких. А на самом деле есть антиподы. Антиподы получаются... Слушайте, я на самом деле тут договорюсь. Получу жалобу на... В ректорат за то, что я в какой-то ерунде учу детей. Ну, в общем, будем отбиваться все вместе. Господа, еще раз. Если мы представим себе, что лифты работают следующим образом. Из любой точки поверхности Земли говорите «хочу» в противоположную точку, и быстрее, чем вы эту фразу произнесли, вы оказываетесь в противоположной точке. Представили? Вот это будет называться «проективная плоскость». Про-е-к-ти-в-на-я-п-лос-кость. Почему это именно проективная плоскость? Не хочу сейчас тратить время, но давайте поймем, как происходит склейка. А очень просто. Надо взять картинку, которую Коля нарисовал, чуть выше и левее. Вот эту картинку. Только склеивать не так, как он нарисовал, а в противоположном направлении. И поэтому получается «а». Да. Это проективная плоскость.